И вновь проблемы незаконной разработки карьеров стали темой очередного выездного совещания профильного комитета Краевой Думы, которое на этот раз прошло в Кочубеевском районе. Там работают 23 недропользователя, и у 20 из них документы оформлены неправильно. О том, как прошла депутатская проверка, расскажет Светлана Лач. Кочубеевский район, село Балаходовское, где куда ни кинь свой взгляд, везде ведется разработка карьеров. С одной стороны, здесь добывают так необходимый песок, щебень, гравий для строительства домов и дорог, но с другой стороны, работа должна вестись строго в соответствии с законом. Порядка 90% недропользователей Края работают с нарушениями, а это миллионы недополученных налогов в бюджет и весомый ущерб землям сельхозназначения. Никто не хочет кошмарить бизнес, заплати штраф и работай спокойно, говорят депутаты. Но вот, например, Кубань, агросервис за отсутствие техпроекта лишили лицензии. И теперь возмущенные сотрудники, оставшиеся без работы, ищут виноватых. Хотя главный вопрос к их руководству. Налоги не платятся, в бюджет налоги не поступают, на ремонт дорог, поэтому у нас нет денег. Вот и все. Получается, значит, мы ради того, чтобы платить им зарплату, фермер, значит, отсюда не может вывезти продукцию свою в Старополь, потому что дороги нету. Сельхозники не могут вывозить продукцию свою, потому что дорог нету. Но, получается, ради того, чтобы ваш бизнес процветал незаконный. На территорию фирмы «Джалга» делегацию не пустили вовсе. Директор в Германии налоги не платит с земли в категорию промышленности не перевел. И нарушений вроде много, а работать продолжают. Ценная проблема – не производится рекультивация земель после пользования недрами. Не единожды уже выдавалось предписание руководству предприятия. Сейчас возбуждено дело в области правонарушения за нарушение лицензионного соглашения. Условие лицензионного соглашения. Остановить эту незаконную течень? Вот как раз и мы этим сейчас и занимаемся. Пакет технической документации, земельные участки для целей недропользования, утвержденные нормы выработки и порядок рекультивации. Вот требования, предъявляемые сегодня разработчикам карьеров. Если их соблюдать, то и проблем не будет. Недропользователи, многие уже идут навстречу, понимают, что надо работать по закону, исправляют всю документацию, соответственно, понимают, что если они не будут исправлять документы, мы каждый день будем приходить до тех пор, пока они не исправят в соответствии с законом все документы. Есть вопросы также несостыковки по выработке и добыче полезных ископаемых на личные нужды. То есть эта градация не утверждена, и личные нужды могут превышать больше, чем промышленные разработки. То есть это нонсенс, который мы будем действительно смотреть и предлагать вместе с Министерством природных ресурсов, вместе с правоохранной прокуратурой, для того, чтобы привести это в соответствующий порядок. Светлана Лач, Константин Шеляпин, СТВ, Кочубеевский район.